Здравствуйте все! Очень я рад, что, несмотря на то, что это уже третий митинг, что сегодня холодно, все-таки люди пришли, чтобы сказать, что нас Единая Россия достала окончательно. Но давайте подумаем, достала ли нас только Единая Россия. Я думаю, что все-таки нет. Нас достало то, что наши социальные права, право на доступное образование, право на доступное качественную медицину. Все путинское десятилетие и даже дольше происходит наступление на эти наши неотъемлемые права. По Конституции Россия социальное государство. Но где же это социальное государство? Мы его с вами не видим. Мы видим, что вся социальная, вся бюджетная сфера год от года деградирует. Все больше и больше ухудшается качество образования, медицинского обслуживания, сфера культуры. Принимаются законы, такие как Федеральный закон номер 83, который приводит образовательные учреждения в статус автономных. То есть теперь любую школу, любой университет, любое среднее учебное заведение можно превратить в акционерное общество. А акционерное общество, в свою очередь, можно обанкротить. Добрый день. Я представляю организацию общественное движение обманутых дольщиков Ярославской области. В нее входит порядка 10 застройщиков, дольщиков, которые не получили до сих пор свое жилье. Мы в свое время и в полном объеме оплатили те квадратные метры и за те деньги, которые с нас спрашивали. И на данный момент по городу Ярославль насчитывается уже более тысячи обманутых дольщиков. Это тысячи семей. Вот тут организаторы митинга ходили на совещания и увидели, как работает нынешняя власть. Мы ходим на эти совещания уже год. И каждый год нам все обещают. По телевизору губернатор, можно так сказать, пиарится. Всего достроили один дом. Но как много об этом говорили по телевидению. Беспартийный активист Сапурина Нелли Евгеньевна. Ну, на Ярпортале ЯЮлка. Так. Похоже. Похоже, да. Я прежде всего обращаю ваше внимание на то, что нас как-то очень интересно увели от того предательства, которое совершилось буквально на днях. Вступление во Всемирную торговую организацию. Вы представляете, что это будет? Да. И вот вы здесь, активисты, пенсионеры, вы скажите вашим соседям, что они голосовали за своих могильщиков. В 2005 году был митинг, помните, около Белого дома, когда мы отстаивали льготы пенсионеров. Я еще тогда сказала, пенсионеры, вы голосуйте за своих могильщиков. А так как я сама через три года пойду на пенсию, естественно, вот это вступление во Всемирную торговую организацию окончательно уложит сельское хозяйство, окончательно уложит санкостроение, Оно организует огромную дыру в бюджете, и тогда в отношении ВТО завоют не только пенсионеры, которые пострадают, но и каждый собственник квартиры, дачи, разных этих гаражей. Слово для выступления предоставляется депутатому из-за паритета города Рославлю Голосову Евгению. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я не буду очень долго говорить, и исторических ликвезов тоже делать не буду. Скажу, что здесь собираются люди, потому что их обманули во время выбора. Последние несколько лет происходит постоянный обман. Постоянный рост тарифов, причем человек не успевает при повышении пенсии платить за квартиры. Постоянный рост цен на бензин, хотя мы самая добываемая по добыче страна, стоящая на первом месте. Что является абсолютным позором. Сейчас становится быть модным жуликом и вором. Этим человеком быть выгоднее, чем обыкновенным преподавателем, врачом, рабочим. Вот почему люди выходят сейчас на митинг. В Москве сейчас оборвалось уже не 20 тысяч. На начало митинга их уже было более 50. Сейчас, наверное, их около 100 уже. Власть реально боится того, что могут произойти определенные революционные изменения. Не работает ли это? Ничего, вас слышно, пожалуйста, говорите. Поэтому вы, наверное, заметили, что господин Медведев уже признался в том, что он, мягко говоря, слабак. Он может, конечно, играть в бадвинтон и дальше. Ну, нужен ли такой президент, который в основном ленточки перерезает и играет в бадвинтон? Такого мы себе хотели президента? Нет, конечно. Нам нужен президент не только слова, но президент дела. За каждым словом идет дело. Только президент должен только один раз говорить и после этого делать. Четыре года ему было дано на то, чтобы он занялся изменением. И за два с половиной месяца он вынужден под давлением народа пойти на политические изменения. Наверное, вы слышали о том, что партии теперь будут регистрироваться более по простому пути. Обещание. Что губернаторы будут избираться, а не назначаться и так далее. Это политические свободы. Но это подачка. Продолжение следует.